Я профессор двух сразу мест. Одно из них написано, это кафедра физиологии растений, а другая это Сунцем ГУ. Это Калмагоровский лицей, в котором есть отделение биологии в том числе, ну есть, конечно, математика, кафедра химии есть, в общем, широко все представлено. Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, которая называется гормоны растений. Ну, обычно все думают, что растения это все очень что-то такое простенькое, а прямо вот как в пятом классе, шестом изучали, так вот оно все, это чинки-пестики. И у растений, конечно же, все помнят, что есть три основных органа. Это стебель, корень и листья. Но на самом деле у растения возникает очень сложная задача. Ему нужно как-то вырасти, причем пропорционально. Не так, чтобы корни были очень мощные, а стебель никакой. Или наоборот, чтобы листья более или менее были способны обеспечить все функции остального растения. И для вот такого самочувствия у растений есть целая система регуляции, которая называется гормональная система. Каждый орган посылает свой сигнал, и этот сигнал как-то регулирует развитие остальных органов. Сигнал от стебля в гормональной системе представлен такими гормонами, которые называются ауксины. Сигнал от корня – это сигнал, представленный цитокининами. И сигнал от листа – это сигнал, представленный гиберелинами. Очень сложное такое заковыристое название. Все это определенные вещества, которые путешествуют по растению, и, рождаясь в одном органе, сообщают другому, как поживают в другой части растений. Кроме того, растения, как и человека, иногда испытывают неудобства, всякие разные стрессы. Ну, например, вот прошли заморозки, или мы забыли полить растения, или кто-то посолил автостраду. Обо всем об этом надо как-то догадаться. Причем тот орган, который подвергся стрессу, должен сообщить другим, что вот мне очень неуютно, как-то холодно, больно, солонно, давайте-ка что-нибудь сделаем. Вот об этом говорит специальный гормон, который называется абсцизовая кислота. Ну, вот здесь сокращенное название – абсцизин. Этот же гормон регулирует покой растений, потому что, когда холодно, хорошо бы поспать и дождаться, когда будет солнышко. То есть вот сейчас растения впадают в состояние покоя, благодаря накоплению вот этого самого абсцизина. Другой тип стресса, совершенно не похожий, это когда на растения кто-нибудь набрасывается. Там, не знаю, корова какая-нибудь, или тля втыкает свой стилет туда, или гусеницы объедает листья. Может случиться инфекция, растения тоже болеют, так же, как и животные. И могут напасть какие-то вредители и прочее. Во всех этих случаях, когда повреждена целостность растения, оно испытало такой механический стресс, выделяется газообразное вещество – этилен. Это вот один из гормонов растений. Он же отвечает за то, чтобы осенью опали листья. Скоро вот они попадают, и это как раз действие тилена на растения. Ну и дополнительно есть самая масса других веществ, которые тоже несут информацию. Система устроена довольно сложно, так же, как и у человека очень сложно устроена регуляция организма. Есть вещества, которые направлены на взаимодействие с соседями. Ну, например, надо распознать гриб. Это хороший гриб рядышком, например, гриб симбион, или это гриб патогенный. Этому служат специальные вещества или ситеры. Кроме того, совсем недавно открыли, что растение может кричать о голоде на всю почву, вырабатывать специальное вещество, и, значит, в ответ на это вещество все остальные бросаются ему помогать, что вот этому растению голоду надо бы дать ему немножечко питания. Вот этому способствуют вещества с тригалактоны. Некоторые пользуются криками о помощи, чтобы напасть. Чувствуют, что вот какой-то там корень есть, и он голодает, наверное, можно за счет него поживиться. Эти вещества используют как полезные, так и патогенные для растения существа. Ну и, наконец, есть масса других совершенно веществ, которые важны для привлечения симбионтов, каких-то летучих тварей, которые прилетят, помогут растениям там и так далее, и так далее. То есть еще растения с помощью разных химических веществ взаимодействуют с окружающими организмами. Ну, опять-таки, перечислено не все, и вы должны понять, что система устроена очень сложно. Ну, как все это открывали? Я надеюсь, что вот этого человека все знают, да? Это Чарльз Дарвин, которому принадлежит эволюционная теория, и все там знают, что Дарвин сказал, будто человек произошел от обезьяны. Ну, он сказал, конечно, более аккуратно, что мы с обезьянами имеем какого-то общего предка. Это пока никто не отвергал. На самом деле, Дарвина зоологи очень не любили, и дали ему титул доктора по ботанике. Потому что он еще очень многое сделал для ботаников. Ну, до Дарвина считалось, что растения, они просто растут и ничего не чувствуют. Ну, что там он чувствует? Оторвал лист, он не кричит. Он же не чувствует, что там цветок, а так, прям, плод там и так далее. Дарвин впервые обратил внимание, что есть насекомоядное растение. Он бродил по болотам и увидел, что россянка, поймав комара, закрывает свой лист. Но он стал интересоваться этим явлением, и стал скармливать ей кусочек мяса. Мясо ест. Кусочек вареного яйца, это ест. Камушек. Загнулась немножко, и выплевывает обратно, разворачивает лист. Не нравится. Щепочка не нравится. Ага, у растений есть чувство вкуса. Он написал книжку, которая называется «Хищные растения». Книжка имела огромный резонанс, и писатель Герберт Уэллс сразу же написал на эту тему рассказ. Хищная орхидея запахом заманивает владельца в дальний уголок оранжереи, потом бросается из горшка, впивается листьями, начинает пить кровь. Ну, фантастика это же. Понимаете, что так растение не может себя вести, но зато впервые снят немой фильм «День трифидов». Ожившие деревья наполняют там города. Немой черно-белый фильм 19 века. Можете себе представить, вот написал человек, что растения умеют есть живые существа, и какой общественный резонанс сразу. Поэтому Дарвин относился к растениям очень трепетно. И он считал, что они тоже многое могут чувствовать. Ну, как это доказать? Например, поставил на окошечко, оно чувствует, где свет, берет и наклоняется туда. Явно оно видит откуда этот свет, да? И Дарвин занялся вопросом, а где же тот самый орган, который этот свет видит? Ну, как он рассуждал? Вот есть самая верхушка, она по-научному называется апексом. Дальше, если мы дадим боковое солнышко, там, допустим, поставим куда-нибудь на окошко, то растение изогнется. Сам апекс останется неизогнутым, а под ним вот эта вот зона взяла и загнулась. Ну, какая первая идея? Там, где изогнулась, наверное, там, собственно, и есть вот это вот самое место, которое чувствует солнце. Дарвин завязал проросточки конфеткой, такой вот из темной ткани, чтобы не пропустить солнце к зоне изгиба. Оказалось, что все равно они на солнце реагируют. Да, сказал Дарвин, давайте попробуем по-другому. Давайте-ка закроем саму макушку. И оказалось, что хотя свет светит на зону изгиба, изгиба-то никакого и нет. Ну, и, конечно, надо было понять, что растение не подглядывает сквозь тряпочку, вот как жмурки играют, важно не подглядывать, да. И, значит, он полностью тряпочкой закрыл растение и понял, что вот оно через тряпочку солнце не видит. И отсюда сделал очень важный вывод, что из самой верхушки в зону изгиба идет какой-то сигнал. Скорее всего, это какое-то гормональное вещество. И написал тоже книжку, которая называется «Сила движений растений». Ну, там был не только просвет, про то, как растение хватается за опору, про то, как грузиками все чувствуют. Там было много опытов собрано и наблюдений. Ну, наверное, теперь вы понимаете, почему Дарвину дали доктора по ботанику. Однако, опытами Дарвина не было показано, а что же за сигнал идет от верхушки вот в эту зону изгиба. Ну, конечно, это мог бы быть какой-то химический сигнал, но никто не исключает, что, может быть, это какие-нибудь электрические воздействия. Ну, например, как в нервной системе идет электрический импульс и достигает вот этой зоны. Это мог быть какой-то механический сигнал. Ну, например, клетки могли напрягаться в апексе в ответ на Солнце и передавать вот это механическое напряжение вниз по столбу клеток. Ну и, наконец, Солнце могло отражаться от клеточных стенок и как по световоду попадать вот в эту зону изгиба. Поэтому нужны были дополнительные опыты, которые покажут, что, да, действительно, есть какой-то химический сигнал. Когда идея витает в воздухе, сразу много человек пытается ее решить. Вот в Голландии это вент, а у нас в стране холодные. Поставили примерно одинаковые эксперименты, чтобы показать, какую же природу имеет вот этот сигнал. Но они рассуждали как. Если это химическое вещество, то, значит, больше всего его в верхушках. А вот возьмем, срежем вот эти самые верхушки и поставим в чашку Петри на агар. Ну, там сотни, тысячи разных веществ выделяются, пропитывают агар. И в конце концов агар насыщается вот этими выделениями верхушек. Ну, что надо сделать дальше? Возьмем верхушку, удалим собственный источник сигнала. Вырежем кубик агара и поместим на срез. Причем самая большая хитрость, не шмякать ровно посерединке, а сделать так, чтобы немножечко было сбоку. И тогда сигнальное вещество с одного края будет больше, чем с другого. Так вот рассуждали исследователи. И оказалось, что да, действительно происходит изгиб. Причем света теперь уже совершенно не нужно. Ну, таким образом они отвергли, наверное, светооптический и электрический сигнал. Вряд ли от кусочка агара, от кубика шли какие-то электрические импульсы, или он светился. Но механический сигнал мог бы вполне быть, ведь кубик давит как-то вот на эту поверхность, давит неравномерно. Поэтому они взяли еще одну чашку Петри, это называется контролем в биологических опытах. Взяли точно такое же растение, точно такой же кубик. Положили точно так же сбоку и убедились, никакого изгиба нет. Вот так было открыто самое первое гормональное вещество, которое было названо ауксином. Ну, откуда такое странное название? Это название проистекает из греческого языка, и аукса по-гречески означает растун. Ну, мы могли бы на русский язык перевести это название как растин какой-нибудь, или такое вот растишка растительная. То есть вот такое вещество, которое вызывает рост клеток растений. Это был самый первый, ну, обнаруженный растительный гормон. Ну, понятное дело, что выделить этот гормон удалось намного позже. Вот так выглядит молекула. Зелененький это атомы углерода, голубенький атомы водорода, синенький азот, красненький кислород. Видите, вот такая вот из нескольких колец сложная загогонка. Основной ауксин это эндолюруксусная кислота. Это самый-самый главный, его больше всего в растении, но есть и какие-то другие ауксины, вот какие-то формулы здесь есть. Каждое растение пользуется своим букетом ауксинов. Вот видите, у горчицы и пшеницы эндолю масляная кислота, у гороха там свой ауксин, там и так далее, и так далее. Оказалось, что ауксин очень строго путешествует по клеткам. Его поток невозможно повернуть вспять. Он обязательно должен показать растению, что вверх, вот такая голова у растения сверху, а корень там где-то снизу. Ведь как бы нас не переворачивали, мы можем там вверх ногами висеть на турнике, там или, например, лежать на постели, мы все равно чувствуем, что голова сверху, да? А вот у растений вот это чувство, что голова сверху, обеспечивает поток ауксина. Ауксин обязательно входит в клетку в строго определенном месте. Это верхняя часть клетки. Дальше ауксин путешествует через клетку. И выходит через другое место. Даже если мы клетку перевернем, все равно поток ауксина останется. Ну, если мы, кто-нибудь когда-нибудь размножал растение, все знают, что очень важно воткнуть черенок нужной стороной вниз. Если вы низом вниз поместили, то оттуда быстро отрастут корни. Но если вы перепутали, и кверх ногами это сделали, то ауксин все равно будет подниматься там, где должны бы быть ноги, вот эти корни, и растение укоренится, но как бы задом наперед. Вот оно будет пытаться вывернуть голову из-под низа, а корни будут отпускать сверху часть. Оно же помнило, что верх-то был там, откуда ауксин приходил. И вот этот вот гормон помогает растению понять, где у него корень, а где у него верхушка стебля. Вот этот вот направленный поток-то, он является самым важным. Что делает ауксин в растении, как он сигналит? Ну, понятно, что если ауксина идет много, значит очень хорошо растет макушка у растения. А раз она хорошо растет, она требует поесть. Ну, нужны питательные вещества, вода нужна для построения новых клеток, нужны какие-то сахара, аминокислоты, минералы нужны. И все это подается к верхушке, собственно говоря, в то место, где синтезируется ауксин. Этот эффект называется аттрагирующий. Ну, мы знаем однокоренные слова с этим термином, ну, например, аттракцион, привлекательное зрелище. Ну, привлекалочка такая, в переводе на русский язык. Вот аттрагирующий эффект, это привлечение питательных веществ в точку, откуда растение растет. Растение можно обмануть, например, взять и намазать лист ауксином. И оно подумает, наверное, голова там. И питательные вещества, вместо того, чтобы пойти к макушке, они пойдут к этому листу. И мы увидим, что лист теперь стал привлекательным для питательных веществ. Ну, так обманывают, конечно, только в эксперименте, а в норме вот эти вещества обязательно должны двигаться в сторону верхушки растения. Ну, с эффектом роста мы с вами уже сталкивались. С этим связан как раз и открытие ауксина, и основной эффект. Вот здесь, непосредственно под верхушкой, клетки могут растягиваться. Если они растянулись ровненько, и справа, и слева, и сзади, и спереди, то тогда побег ровненько будет расти вверх. Но если какая-то часть клеток вытянулась больше, а какая-то меньше, то произойдет наклон. Или, как называл Дарвин это явление, это случился бы тропизм в определенную сторону. Вот здесь осуществляется рост клеток, а если он неравномерный, то возникает тропизм. Ниже. Сигнал для клеток, который лежит ниже, он совсем другой. Эти клетки способны образовать проводящие пути в растении. Ну и, конечно же, это способствует тому, что питательные вещества быстрее поступают к верхушке. Ну, если так очень покопаться в памяти, вспомнить курс ботаники, то есть две проводящие ткани. Одна из них направляет вещества вниз, сахара от листьев к корню. Это флоема, или она еще луп называется. А верхушки надо, чтобы вещества подавались вверх. Поэтому как раз ауксин способствует образованию другой ткани. Ксилемы или древесины. Вот древесина способствует усилению потока вверх питательных веществ. Ну, как только это древесина, ну, наверное, каждый пробовал так вот растянуть какой-нибудь карандаш. Попробуйте, да, он состоит из древесины, он не растянется. Значит, в этой зоне отключается растяжение клеток, потому что иначе древесина просто порвется. Вот, соответственно, здесь происходит образование древесины, или, как это ученые называют, ксилемы. Что делать боковым почкам, если они получили сигнал атауксина? Это для них означает, что главная точка есть, она присутствует в растении, и она будет требовать питательные вещества. Значит, нам скорее не достанется. Все питательные вещества текут куда-то наверхушку. Поэтому боковые почки под действием ауксина прекращают свой рост и покоятся. Этот эффект называется апекальным доминированием. Но апекс это верхушка, как мы помним, да, а доминирование это такое преобладание, господство верхушки над всеми боковыми почками. Не путать с доминированием в генетике. Есть похожее слово, но оно означает совершенно другое. Ну и, наконец, если стебель способен утолщаться, то здесь он будет утолщаться под действием ауксина. И, наконец, чем лучше растет побег и больше ему надо питательных веществ, тем больше нужна корневая система. Поэтому ауксин на корнях вызывает образование новых боковых корней, чтобы корневая система была более ветвистая, добывала больше питательных веществ и подавала побольше и получше всех вот этих веществ на верхушке. Видите, какая эгоистическая верхушка. Вот она посылает сигнал, и все его слушаются, и стараются эту верхушку правильно направить, подать питательные вещества на далекие расстояния, добыть всего побольше и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, ауксин – это такой гормон со знаком плюс. Почти все, ну вот за исключением боковых почек, он стимулирует, способствует росту. Ну, более того, вот такой вот, каждый в школе знает, что бывает там параллельное желкование, какое-то сетчатое желкование и так далее, и так далее. Мало кто догадывается, как оно возникает. Оказывается, прежде чем начать делать желки, какие-то точки в растении начинают синтезировать ауксин. Совсем немножечко для того, чтобы прочертить вот эту проводящую систему. Вот каждый кончик, каждый зубчик листа, вот чтобы он вырос, надо, чтобы клетки там поделились, и вот это вот опять новая как бы макушечка. Макушечки выделяют ауксин, ауксин отправляется дальше вниз, потоки ауксина смыкаются, и получается соответствующее желкование. Если лист растет ровненько, и там только на верхушке группа потоков, и они как бы не разветвляются, будет параллельное желкование. А если таких точек много, они стараются слиться друг с другом, эти потоки, то получается вот такое вот сельчатое желкование листа. Ну, тот эффект, который исследовал Дарвин, это эффект, называющийся фототропизмом. Фото-свет, тропос-направление. Это рост в направлении света. Рост в направлении света у растений бывает двумя разными способами. Бывает, что света, вот ну как в этой аудитории, более или менее много. То есть, ну, чуть-чуть побольше, как ну, но так рассеянного света много, мы хорошо видим в аудитории, растение так думает. Ну, в принципе, там сзади чуть-чуть потемнее, а поярче там. Оно делает вот как на картинке такой благородный поклон к свету. Но если для растения брежет слабый-слабый лучик, где-то откуда-то почти в полной темноте, то тут уже не до благородства. Растение наклоняется, почти падает, по-пластунски быстро ползет к источнику света, чтобы уловить вот эти крошечки и выбраться к солнцу. Тут не до шуток, тут не до благородного поклона к свету, а лишь бы выбраться вот к этому маленькому лучу. Ну, вот здесь перед нами такой вот благородный эффект, так растение поклонилось свету и растаяло листья, чтобы лучше себя чувствовать. Верхушка побега в зону изгиба подает некоторый сигнал. И этот сигнал ауксиновый. Ну, теперь представим себе, как это выглядит. Расчерчим там сильно условно, как выглядят клетки в степле. Конечно, их не столько, они не такой формы, по-другому расположены. Ну, у нас схемка, я думаю, вот этой схемки достаточно. Цвет перенаправляет ауксин в темновую часть. Со светлой стороны ауксина становится меньше, а с затененной стороны его становится больше. Те клетки, которые получили больше ауксина, вырастут больше. Вот, например, настолько. А те, которые получили меньше, вырастут, но слабенько. И тогда из-за этого возникнет вот такой вот эффект наклона. Одни клетки вытянулись, другие поменьше вытянулись. И получился неравномерный рост или фототропизм. Ну, то, что фототропизм связан с ауксинами, это догадывалось еще давно. Венты холодные, со своими агаровыми кубиками, более точно показали, что да, ауксин перераспределяется. Со временем их открытия прошло уже чуть больше ста лет. Но ученые раз там лет в 50 меняют свои методы. Вот, например, был очень модный метод иммуноферментного анализа. Все его применили. И оказалось, да, действительно, ауксина становится больше на теневой стороне, а стало меньше на световой. Сейчас более популярны методы генной инженерии для слежения за активностью разных генов и процессов в растении. Вот перед вами один из таких экспериментов. Синее окрашивание это сигнал о том, что в клетках больше ауксина. Вот теперь это генно-инженерное растение осветили и установили то же самое, что видели примерно ученые 100 лет назад. Ауксин перетекает на затененную сторону, а с освещенной стороны больше. Ну, я думаю, что пройдет еще лет 50, откроют еще какой-нибудь метод, может, вы в этом поучаствуете. И вы еще раз докажете, что ауксин перетекает на теневую сторону, а со светлой стороны его становится меньше. Ну, а пекальное доминирование известно всем садовникам. Вот, например, до тех пор, пока верхушка растет, боковые почки спят, и мы не можем добиться какого-то такого разветвления, побегу из системы. Но стоит взять ножницы и обкромсать верхушку, как тотчас же просыпаются боковые почки. Первым, кто почувствует этот сигнал, будет самая близкая боковая почка. Видите, вот она почувствовала, ага, главный-то нет, давай-ка я рвану вперед. Вот она первая рванул. Если она не успела выделить свой ауксин, то вторая может почувствовать, что верхушки нет, и будет два побега. Ну, и в зависимости от того, как скоро эти почки прочухаются, может быть, два-три, или там даже целая щетка побегов может вырасти на месте, где мы защипнули растение. Вот таким образом ауксин может позволять регулировать такое ветвление. Ну, этим пользуются садовники. Чем сильнее обрезают растение, тем мощнее вырастают новые побеги. Если так чуть-чуть прищипнуть верхушку, то там вот чуть-чуть боковых побегов возникает. Ну, чем еще пользуются садовники? Если вы пойдете в садовый центр, то вам могут предложить препараты, которые стимулируют образование корней. Это эффект на корни, он называется ризогенез, и названия могут быть разные. Ну, я взял один из препаратов, там, корневин, ну, это может быть какой-нибудь укоренит, аналоги какие-то геттроуксина и так далее. Ну, давайте догадаемся, какое из этих растений обработано, а какое не обработано уксином. Видна ли разница? Вот это вот растение, да, оно раньше и быстрее образовало корни, вот оно, собственно, обработано корневином. А на этом растении корни уже появились за то же самое время, видите, такие белые бугорочки, но еще пока маленькие. Это растение обходилось своими резервами ауксина, которые у него есть. Таким образом, человек с помощью ауксина способен помочь растениям укорениться. Ну, вот если вы приглядитесь внимательно, то там написано, что это вот аналог геттроуксина. Ну, вот так вот выглядят формулы тех веществ, которые входят. Но слово ауксин здесь вполне присутствует, и мы понимаем, что это вот как раз то самое, что помогает растению укорениться. Ауксин стимулирует рост плодов. Вот здесь перед вами клубничина, у которой часть плодов завязалась, видите, вот здесь такие полненькие орешки, а часть плодов по какой-то причине не завязалась. Ну, не знаю, то ли пчелы неактивно летали, и тут не произошло опыление, то ли было холодно, и тут погибли зародыши. Но вот эти вот орешки, они пустые. Получается, что там, где были нормальные орешки, земляничина разрастается хорошо. А там, где вот такие дефектные, возникает деформация плода, это, конечно, приятно. Да, ну, представьте, в супермаркете привезли клубнику, она вся такая, какой-то неправильной формы, где-то разрослась, где-то не разрослась и так далее. Поэтому в современном производстве клубники специально пшикают ауксином. И тогда клубника растет равномерно, во все стороны одинаково. И получается более крупная, вот эта вот земляничина, чем то, что было бы без обработки ауксином. Вот таким образом гормоны помогают увеличить урожай. Но все, кроме того, знают, что увеличение урожая, оно может быть и хорошо, но, с другой стороны, вот эта обработка ауксином заставляет плод расти и расходовать сахар. Эти плоды оказываются менее сахаристыми, более кислыми. Вот еще одно такое вот применение, это для увеличения размера плодов у гормона ауксина. Ну, в норме в каждом таком орешке прячется семя, а в семени прячется зародыш. У зародыша есть своя верхушечка, своя почечка, и она посылает в материнское растение ауксин. И говорит, что вот меня бы тоже надо накормить, вот здесь появился вот такой новый зародыш с новым апексом побега, с новой верхушкой. Однако у ауксина есть и противоположное действие. Если его добавить слишком сильно, слишком много, то тогда может оказаться и обратный эффект. Вот это нормальное растение капусты, а вот это растение капусты обработанной высокой концентрацией ауксина. Видите, очень сильно отличается. Нормальная капуста на своих ауксинах растет хорошо, а на зверской концентрации, которая слишком велика, она, видите, какая вся коротенькая, корень почти неразвитый, какая-то такая толстенькая, некоторые семена чуть проросли и тут же сдохли, там, и так далее. То есть сплошные неприятности. Ну, все должны знать, что если человек будет употреблять какие-то гормональные препараты в избыточном количестве, то будет чем-то такое. То есть тоже может оказаться противоположный эффект и будет очень сильно отличать гормональная система. Вот это позволяет использовать ауксины прицельно для того, чтобы убивать растения. Ну, какие растения могут быть вредные? Например, сорняки, они же вредные, да? Вот их опрыскивают и сорняки погибают. При этом двудольные сорняки оказываются гораздо более чувствительны, примерно раз в сто, чем однодольные. Это позволяет вытравить одуванчик из газона. Ну, кто был в Англии, или там родители у кого-то были в Англии, обращали внимание на то, что там нет одуванчиков. В течение 19 века их выковыривали ножами, складировали куда-то в бочки, чтобы они не засоряли газон. Это был тяжкий труд по выковыриванию одуванчика из газона. Сейчас все делают проще. Опрыскивают газон концентрация ауксина, такой, что злаки выдерживают, а одуванчики погибают. И поскольку уже в течение нескольких десятков лет эти газоны так опрыскивают, в Англии возникло общество защиты одуванчиков. Одуванчик оказался на грани истребления, потому что, ну, все пшикают по газону, а одуванчиков нет. У всех это ровная газоновая лужайка, все мечтают именно о такой. И теперь ряд особых любителей выращивают одуванчики на грядочках и говорят, что для того, чтобы он не сорил, надо вовремя срезать цветочные головки, чтобы дальше не было распространения семян. Есть такое целое общество по охране одуванчиков. Ну, есть и более печальные страницы в использовании ауксинов. Вот если вы видите, вот здесь вот сидят вьетнамцы и написано Вьетнам. И такой вот человек с черепом в новогоднем чем-то. Дело в том, что во Вьетнаме с помощью ауксинов ввели экологическую войну. В тропическом лесу прятались вьетнамские партизаны и это очень мешало американской армии. Поэтому американцы придумали, что леса надо сделать прозрачными для авиации. Ну как, надо зарядить ауксин вот этот самолеты, распрыскать на территории тропического леса и дальше листья опадут. И будут голые деревья, будет видно, где там партизаны. Над Вьетнамом было распылено колоссальное количество искусственных ауксинов. И у них это вызвало рождение поколений оранжа. Этот агент назывался агент оранж. Это военный препарат для вот такой борьбы с лесами и партизанами. Ну и он оказался мутагенным. И у вьетнамцев иногда рождаются эти дети оранжа, очень сильно изуродованные. Это отразилось на всех живых существах, которые живут в лесах. Потом этот агент смыло в море, окружающие рыбы это почувствовали. То есть это была вот такая полномасштабная экологическая война. И вьетнамцы до сих пор помнят, что против них переменяли вот этот агент оранж, ауксин, который в большой концентрации вызывал вот такие эффекты. Об этом, обо всем, конечно, стоит помнить. Ну, наверное, об ауксинах все. И теперь мы с вами перемещаемся к корню. А в корне выделяются другие гормоны, они называются цитокининами. Цитокинин открыл вот этот вот дядечка, который называется Фолькас Кук. Он работал в Америке, и он мечтал о том, чтобы клетки растений можно было бы выращивать в прадедах. Ему было очень завидно, поскольку уже где-то примерно лет 30 клетки животных и клетки человека могли культивировать в искусственных условиях. А клетки растений там складывали в стерильных условиях, они там 2-3 раза поделятся и погибают почему-то. Вот у него была мечта заставить клетки делиться. Работал он в 50-е годы, ауксины уже были тогда открыты, и он намешивал самую вкусную по его представлениям для растений среду. Значит, брал из табака кусочек сердцевинки и в среду добавлял. С одной стороны ауксины, вот здесь им дали луксатая кислота, формулу мы повторим. С другой стороны всякие минеральные вещества и все такое прочее, и не делилось, и все. И как раз в то самое время пошли публикации про ДНК. ДНК, носитель наследственности, очень важная молекула, и у него безумная мысль. А что если клеткам не хватает ДНК? Сейчас мы понимаем, что это глупость, конечно, была. Но она повела научные исследования в определенном направлении. Перед тем, как начать высаживать клетки, обычно растворы прогревают. Это нужно для того, чтобы убить бактерии, чтобы сделать среду стерильной. И вот кто-то перепутал режим нагрева. И оказалось, что этот препарат с ДНК был перегрет. И вот когда его перегрели, клетки поперли как из ведра. Он думает, что же такое произошло? Стали восстанавливать эффекты. Оказалось, что дело вот именно в этой ошибке. Если ДНК перегреть, то в среде что-то такое образуется, что дает на фоне ауксинов такой безудержный рост. Это вещество получило название кинетина. От слова кинезис деления. Цитокинин от слова цитоклетка и кинезис деления. Цитокинин – гормон, вызывающий деление клеток. Вот такое у него название. Вот так выглядят клетки, которые безудержно делятся. Чтобы вы имели представление. Положили кусочек ткани, они прямо расползаются посреди и превращаются в такую вот калусную массу. Вот так вот это выглядит на искусственной питательной среде. Ну и Скук был химиком, и в конце концов он выделил свое это волшебное вещество, которое в очень небольшом количестве образовалось в препарате. Это вот, собственно, самый первый цитокинин – кинетин. Вот это вот кусочек молекулы от ДНК, от аденина. А вот это атрибузы. Просто они склеились в каком-то совершенно немыслимом виде из-за нагревания. Потом оказалось, что природные цитокинины к нагреванию неустойчивы. Конечно, Скук добавлял вместе с другими компонентами природные цитокинины. Например, он использовал кокосовое молоко. И там, конечно, были цитокинины. Но поскольку он каждый раз при опытах нагревал это все, природные цитокинины это не выдерживали и распадались. И не получалось сделать вот этот вот эффект. Ну что же делают цитокинины в растении? Они очень похожи на ауксины, только как бы с зеркальным эффектом. Кончики корней растущие, конечно же, хотят поесть. Корень растет, надо поесть. Поесть в первую очередь чего? Продуктов фотосинтеза с верхней части, чтобы тек сахар. Вот здесь, в самом кончике, наблюдается так называемый аттрагирующий эффект. Где-то мы такое слово слышали, да? Тоже можно растение обмануть. Взять лист, например, намазать его цитокинином. И растение будет подавать питательные вещества в намазанный лист. В норме этого не происходит, но в эксперименте это тоже делают. Если главный корень хорошо растет, то новые боковые корни не нужны. И поэтому цитокинин замедляет образование новых корней. Вместе с ауксином он способствует утолщению растения. Если нужно построить проводящие пути, то теперь уже строится не древесина, которая подает вверх питательные вещества, а здесь дифференцируется или образуется, так можно сказать, флоэма. То есть ткань, которая проводит питательные вещества вниз. Боковые почки, наоборот, должны проснуться, потому что из боковых почек вырастут новые листья. И эти листья дадут продукты фотосинтеза для корня. Ну и наконец, лист должен среагировать на этот запрос, послать побольше питательных веществ, побольше сахара. Он открывает устица, поглощает углекислый газ, испаряется вода и все способствует фотосинтезу. Ну и наконец, деление клеток сверху, оно осуществляется вместе с ауксинами. Цитокинина тоже применяется для увеличения размеров плодов. Но у них неожиданный эффект. Плод думает, что корням не хватает продуктов фотосинтеза. И вместо того, чтобы становиться красным, долго остается зеленым. Видите, кое-где помидоринки покраснели, это там цитокинин не попал. А где цитокинин проник внутрь, там остались очень надолго плоды зелеными. Ну некоторые поэтому считают цитокинин гормоном омоложения. Что он как бы омолаживает ткани и не дает плоду составиться. Ну и действительно, если регулярно обрызгивать плоды цитокинином, они так никогда и не созреют, будут все время зелеными. Ну этим решили воспользоваться генный инженер. Они нашли специальный промотор, такой участок, который включается в старости. Вот когда лист стареет, готовится к опадению, вот как раз он должен что-то такое включить. И соединили с геном, который ответственен за синтез цитокинина. Получается вот что. Лист собирается стариться, включает программу развития для старения, а вместе с ней включается вот этот вот вставленный новый ген. И увеличивается уровень цитокинина. Лист обратно зеленеет, какое-то время живет, опять собирается стариться. Как только собрался стариться, опять в нем цитокинин. Получается, что лист как бы такой вот становится бессмертный, вечно зеленый. Вот он справа. А слева нормальный лист, который включил старение, и в нем содержание цитокинина упало. Вот перед вами два растения. Нормальное с желтеющими листьями, оно пониже. И вот такое вот генноинженерное, которое начинает само себя омолаживать по мере старения. Такой вот неожиданный эффект. Ну, для того, чтобы было побольше углекислого газа, надо устицы открыть. Но если растение не поливать, то надо наоборот устицы закрыть. Поэтому вместе с цитокинином на устице действует второй гормон, стрессовый. И важно, кто победит. Если победит цитокинин, то тогда устица откроется. Если победит сигнал о засухе, абсцезовая кислота, устица закроется. И вот они друг с другом все время конкурируют за то, открыть устице или закрыть устице. И вот так вот устица то открывается, то закрывается. В зависимости от того, какой из гормонов победит. Если в растении много цитокинина, еще эту картинку верну. Если в растении много цитокинина, это означает, что поток воды идет прямо от корня до листа. Корень хорошо сосет эту воду, хорошо снабжается лист. Значит, можно открыть устица и во всю эту воду испарить. Если хотя бы какой-нибудь орган по дороге страдает от засухи, то он еще даст свой сигнал об засухе. И тогда воду придется экономить. Вот таким образом и устроена система взаимодействия между стрессовыми гормонами и ростовыми. Ауксины взаимодействуют с цитокининами. Вот здесь перед вами опыт. Взяли малюсенький кусочек листа, вот он. Чуть-чуть его повредили, это важно для эксперимента. И посадили на среды. Здесь нет никаких гормонов. Сюда увеличивается концентрация ауксина, сюда увеличивается концентрация цитокинина. Ну, наверное, вы помните начальный опыт, который я вам показывал. Если и тех, и других много, то тогда образуется холостная масса. Видите, здесь есть ауксины и цитокинины. И вместо такого малюсенького кусочка листа, да, вот этого исходного, получились вон какие-то разросшиеся прям огромные массы клеток. Если возрастает уровень цитокинина, растение думает, ага, цитокинин, значит, он, наверное, пришел из корней. Корни у меня есть. Не хватает листьев и побегов. И в ответ на избыток цитокинина из вот этого кусочка листа развиваются новые побеги. Видите, как много разных побегов здесь. Тоже вот такой же маленький кусочек посадили, вот из него поперли новые побеги. Если же наоборот мы дадим этому кусочку ауксины, оно подумает, ага, ауксины. Ауксины пришли, наверное, из верхушки побега. Побег у меня есть, а не хватает мне корней. Вот, обратите внимание, вот этот вот пушочек, не знаю, видно уж вам или нет, это корневые волоски. Это вот корни, которые развиваются на срезах листа. Здесь аж прямо из-за этих корней не видно исходного кусочка. И растение думает, что надо срочно восстанавливать корневую систему. И все время приходится балансировать между ауксинами и цитокининами. Как только кого-то больше, надо сразу срочно давать рост другой системе. Много ауксинов надо дать рост корневой системе. Много цитокининов надо дать рост, наоборот, побегом. На самом деле калус образуется и естественно, в тех местах, где нужно заживить ранку. Вот видите, срезали растение, и растение старается быстро поделить клетки и затянуть вот эту вот самую ранку. Вот это вот естественное образование калус. Действуя на растение попеременно ауксинам и цитокининам, удается создать разные режимы роста. Или заставить растение отрастить побеги, или заставить сделать калус, или корни, и так далее. На этом основана биотехнология растений инвитро. С помощью ауксинов и цитокининов сейчас устраивает так называемое микроклональное размножение. Это означает, что из маленького кусочка можно получить много новых растений. Правда, они тоже будут очень маленькие. Эффективность этого способа просто колоссальна. Ну, например, если мы возьмем растение картофеля, посадим в условии литра, в пробирку, и дальше будем его размножать в пробирке, действуя ауксинами и цитокининами, то за неделю мы сможем размножить примерно раз в 7, а в хороших случаях раз в 9. Если мы посадим картофелину в грунт, то к концу сезона, ну, дай бог, у нас 50 штук картофелин образуется. Как правило, вот в средней полосе меньше. Ну, давайте сосчитаем, сколько надо недель, чтобы воспроизвести коэффициент размножения такой же в пробирке, как в поле за год. Значит, 50 это примерно 49, 7 июль 7, да? То есть за 2 недели в пробирке можно размножить растения так же, как за 1 сезон в поле. А, соответственно, если мы возьмем еще там 2 недели, то как будто мы этот материал растили 2 года. Это позволяет буквально за 1 год в лаборатории сделать многие тысячи растений. И сразу же, допустим, только что созданный сорт картофеля, и уже на следующий год можно его внедрять куда-нибудь дальше. Делать из него посадочный материал и растить новый картофель. Ну, картофель, наверное, так он не очень впечатляет. Впечатляет. Сейчас так делает Таиланд, это королевство цветов, благодаря тому, что они размножают инвитро орхидеи. Кто бывал в Таиланде, тоже зайдите в торговый какой-нибудь центр с цветами, и посмотрите. Они продают прямо вот во флакончиках орхидеи, выращенные вот этим методом. Там агаровая среда искусственная, тоже вы увидите вот такую вот агаровую часть. Много мелких орхидеи, и это все как-то запаковано сверху этикетчиком. Какая орхидея вырастет у вас в дальнейшем. Ну, и эти продукты, вот в любой как бы наш супермаркет зайдите, и вы увидите, что благодаря микроклональному размножению орхидеи, они вполне доступны по цене, и они постоянно поставляются к нам на рынок. Ну, вот, соответственно, это вот такая технология, которая позволяет очень быстро размножать растения в стерильных условиях. Оказывается, сигнальную систему растений очень хорошо освоили всякие разные возбудители болезней и вредители. Ну, например, есть такое заболевание, называется ведьмина метла. Вот это нормальная веточка, а это пораженная грибом, который выделяет цитокинин. Это зимняя съемка, летом я, к сожалению, не нашел, но вот зимой, по крайней мере, видно, да, листья не отпали. Значит, они были зеленые до самого последнего момента, в них был цитокинин. И они образовывали сахар для гриба. Вместо того, чтобы отдавать их в корни, они давали грибу, потому что гриб обманывал и выделял цитокинин в растениях. Очень сильно разветвились побеги. Здесь они слабенько разветвлены, здесь очень сильно разветвлены. И гриб оказался очень хорошо накормленным, поразил все эти побеги и ушел в спячку, чтобы на следующий год опять вырабатывать цитокинины и заставлять растения работать на себя. В чем удобство этого метода? Оказывается, цитокинина надо очень мало. Ну, например, всего лишь пару миллиграмм на литр воды. И гриб, вырабатывая чуть-чуть регуляторных веществ, обеспечивает сразу большой приток сахара. А большой приток это десятки грамм на литр. То есть эффект не сопоставим с затратами на сильность. А вот перед вами галлообразователи. Галлообразователей на самом деле много, они самые разнообразные. Общее свойство это того, что они заставляют ткани растения делиться и расти специальным образом. Ну, галлообразователями могут быть, допустим, нематоды, круглые черви, а могут быть какие-то личинки насекомых. У них в слюнных железах вырабатывается цитокинин. Личинка поедает лист и вымазывает слюнями все вокруг, а в слюнях цитокинин. В зависимости от того, как она это делает, в одном направлении или равномерно вокруг себя мажет, возникают или внутренние галлы, или галлы на ножке, или галлы любой другой формы. Оно зависит от того, как ведет себя личинка внутри листа. Но способ поведения тот же самый. Мы синтезируем совсем чуть-чуть, а зато растение за это нам подаст сюда сахар, подаст сюда питательные вещества и защитит нас одновременно вот таким вот коконом из делящихся клеток. Вот этот кокон называется галло. Он образован за счет делящихся клеток, и внутри обязательно сидит какая-нибудь штучечка. Там мелкая насекоминка, личинка какая-то, червячок какой-то там и так далее. Их довольно много, то есть очень во многих линиях эволюции удалось синтезировать цитокинин. Ну скажу вам больше, даже в нашем организме есть чуть-чуть цитокинина, но это по секрету. Иногда растения болеют инфекциями, но не очень фатально. Вот перед вами одна из инфекций, которая поражает самую макушку. Здесь поселяются так называемые актиномицеты, и они вырабатывают тоже цитокинин. Но они захватывают не всю точку оста, а какую-нибудь краешек. И получается, что растение как бы так крючит и плющет. С одной стороны больше вырастают клетки, с другой меньше. И вот это пока растение болеет, вот этот процесс неостановим. Получаются такие крученые веточки, крученые листья там и так далее. Видите, да, как веточки устроены. Все такое вот сключенное. Это из-за синтеза цитокинина. Вот когда пойдете обратно к метро, обратите внимание вот на такие листья. Вроде бы уже отвалился, вроде бы желтенький, а нет. Где-нибудь по краешкам зеленые пятна, или там зеленое пятно с одной стороны листа, там и так далее. В чем же дело? Нормальный здоровый лист должен пожелтеть полностью, полностью отдать все питательные вещества растению, и только после этого отвалится. А здесь есть участки листа, которые с растением не поделились. Они занимались фотосинтезом до последнего. Вот если пройтись летом вдоль тех же самых клёнов, то можно увидеть такой мучнистый налет на листьях. Это мучнисто-росяные грибы, которые выделяют немножко цитокинина, и заставляют растение работать вот вплоть до того, как лист отвалился с растения, и все время кормить гриб сахарами и питательными веществами. Ну и есть совсем уж специализированные паразиты, которые вызывают корончатый галл или корневой рак. Вот так вот это выглядит. Это бактерии, которые внедряют в растения гены биосинтеза ауксина и цитокинина. Даже если мы потом убьем этих бактерий, гены-то останутся, и клетки начинают производить ауксин и цитокинин, и безудержно делиться. И вырастают вот такие вот разрастания. Ну вот это вот на винограде так выглядит. Но поражается очень много разных других объектов. На основе агробактерий теперь люди научились генетически видоизменять растения. То есть агробактерии подсказали человеку, будь как видоизменить гены растений. Ну и последняя группа гормонов, о которой мы сегодня поговорим, это гиберелина. Я вам много рассказывал о паразитах всяких, которые освоили сигнальные вещества растений. Поэтому вас не должно удивить, что гиберелина открыта в связи с изучением заболеваний растений. Вот открытие гиберелинов связано с болезнью бешеных проростков риса. Она называется болезнь баканоэ. Эта болезнь сначала была распространена в Японии, а теперь с глобализацией она перекинулась фактически на все рисосеющие области. И даже в самой Японии иногда до 60% рассады риса погибает от этой болезни. Вот казалось бы, современный мир, да, борись с болезнями, там, изобретая что-нибудь. Оказывается, что не все так просто. До сих пор эта болезнь наносит большой урок. Но в чем эта болезнь заключается? Вот это вот перед вами такая вот картиночка, где воспроизводятся симптомы болезни. Бешеные, значит, с очень-очень интенсивным ростом. Растения начинают расти, опережая соседей. Ну, за все надо платить, поскольку они очень рослые, они очень хрупкие. То есть малейший какой-нибудь ветерочек, малейшее движение воды и стебель полегает. Ну, на поздних стадиях, вот здесь вы можете поглядеть, получается так, что когда приходит пора созревать рису, цветки стерильны. Они не могут дать нормальных зерен. Ну и стебли становятся ломкими, образуются вот такие вот споры ношения гриба на листьях, и растение отмирает. То есть ничего хорошего в этой скорости роста нет. Оказалось, что можно этот гриб вырастить отдельно от растения, а потом капнуть немножечко культуральной жидкости гриба на листья. И тогда проросток превратится в бешеный. Он не болеет, но есть некоторое вещество, которое вызывает очень интенсивный рост. Оказалось, что это довольно мудреные молекулы. Видите, сколько тут углерода, как все закручено хитро там и так далее. И выделены они из гриба, который назывался гибберелла. Гибберелла горы Курои, Фуджи Курои. Вот отсюда название этих гормонов. Гиббереллин, значит, вещество, выделенное из гибберелла. Ну, их достаточно много, где-то штук около 200. Все мы разбирать не будем. И вот посмотрите, что делают. Слева и справа растения капусты. Вот это норма, не побрызгана гиббереллином. А вот здесь регулярно, раз в неделю, растения обрызгивали гиббереллином. Очень сильно выросли междоузли. Можно сказать, что не бешеная лиса, а бешеная капуста. Вот дядечке пришлось даже разобраться на какую-то стремянку, для того, чтобы достигнуть вот самой верхушки этой самой капусты. Неудивительно, что в норме гиббереллины регулируют растяжение междоузлей. Это нужно для того, чтобы листья стали подальше друг от друга. Ну, вот сейчас каштаны находятся в состоянии покоя. Листья очень сближены, все зажаты в эту почку. Однако, рано весной начинается синтез гиббереллина. Гиббереллины синтезируют вот эти вот зеленые мощные листья. Они направляют сигнал между узлами, почка открывается и начинают вот так вот вырастать дальше. Ну, понятное дело, что в дальнейшем расстояние между листьями становится громадным. Вот здесь вот один был лист, он отвалился, а там где-то у меня даже не поместилось на кадре, где-то второй лист. То есть гиббереллин регулирует растяжение междоузлей. У некоторых растений, кроме растяжения междоузлей, гиббереллин может вызывать цветение. Вот смотрите, пока гиббереллина было мало, листья располагались плотно в розетке. Дальше каждый лист вырабатывал свой гиббереллин. Этот гиббереллин действовал на точку роста, и в какой-то момент мы увидим образование цветоноса. Междоузлия растянулись, и растение в конце концов перешло к цветению. Ну, все знают, что морковка это двулетнее растение. Что на первый год корнеплод, а на второй год, мало кто ее видел, вот так вот она выглядит. Она дает вот такие вот плоские зонтиковидные соцветия. Но иногда среди посевов, даже на первый год, вырастают так называемые цветухи. То есть морковки, которые цветут сразу, не дожидаясь зимы. Как бы однолетняя морковка. Оказывается, что если мы возьмем морковку и начнем ее брызгать гиббереллином, то она даст на первый год уже цветки. То есть гиббереллин образуется в морковке после зимовки, и это позволяет сделать вот такой вот двулетний режим жизни. А вот здесь вот тоже такое же изменение гормональной системы, когда растения образуют гиббереллин прямо вот на первый год в достаточном количестве, чтобы зацвести. В норме капуста это двулетнее растение, но цветная капуста, вот здесь два варианта, фиолетовенькая такая цветная капуста, беленькая, и зеленая это капуста бракхоли. Они цветут на первый год. Это означает, что у них произошел такой вот гормональный сдвиг, который позволяет зацвести этим растением до первого года. Гиббереллины очень важны для растяжения разных частей зародыша и для прорастания семян. При этом гиббереллины позволяют не только вырасти, но и использовать те питательные вещества, которые накоплены в семидолях у разных растений. Ну вот здесь конский каштан прорастает, у него семидольки где-то в земле, а вот это вот прорастание фасоли, семидольки снаружи, но тем не менее для того, чтобы что-то использовать, используется гиббереллины. Гиббереллины используются в производстве солода, патоки, карамельных масс из разных злаковых культур. Ну и в связи с этим очень великий интерес промышленников, которые этим занимаются. Вот так примерно выглядит плод зерновка узлаков. Там имеется щиток, орган который предназначен для контакта между зародышем и крахмалистой частью. И есть собственно остальные части зародыша. Ну как они называются может быть не столь важно. Важно то, что при просыпании зародыша начинает щиток выделять определенные сигналы. Вода поступает, зародыш просыпается и выделяет гиббереллин. Через крахмальный слой гиббереллин достигает так называемого алиеронового слоя. Это богатый белками слой, который выделяет ферменты, переваривающие крахмал. Крахмал распадается до глюкозы и дальше все это впитывается зародышем. Вот зная этот процесс, можно помочь семенам прорастать. Если зародыш как-то ослабился, стал каким-то таким вот хиленьким, он не сможет послать сигнал запасающий орган. Поэтому для улучшения прорастания клубни, луковиц, семян, их вымачивают в препаратах гиббереллинов. Есть промышленные препараты, которые способствуют вот такому прорастанию. Ну, наверное, вот такой виноград, который справа все видели, да, такой длинненький, без косточковый там и так далее. Нормальный размер плодов, вот он, вот такие должны быть ягоды в норме. А вот эти длинненькие получаются из-за регулярного опрыскивания гиббереллином. Конечно, сахаристость при этом падает, поскольку на рост расходуется сахара. Но зато увеличивается урожай, и мы можем получать крупные ягоды без семян. Вот когда тоже пойдете в супермаркет, обратите внимание, что вот не такие нам предлагают нормальные, а уже обработанные гиббереллином с крупными ягодами винограда. Ну и, наконец, у гиббереллинов есть свои антагонисты. Препараты, которые не дают образовываться гиббереллину. Ими пользуются для того, чтобы получить карликовые цветущие растения. Ну вот все тоже такую картинку видели. Такая колонкоя компактная, или какая-нибудь компактная хризантема, вся усеянная цветками, зелени не видно. И в некотором времени оказывается, что растение берет и нормализует свой рост. Это закончилось действие паклобутразола, вот этого ретарданта. И оно вместо карликовым стало обычным. То же самое, тот же прием применяют при создании искусственных бонсаев. Обрабатывают регулярно вот этим ингибитором, паклобутразолом. Растение становится карликовым. Потом человек его покупает, и оказывается, что это на самом деле нормальное растение, никакой не бонсай. Нарастают ветки здоровущие, с крупными листьями и так далее. Ну уже поздно, голландцы уже продали свой материал. Этот же агент используется для опрыскивания живых изгородей, чтобы надо было меньше стричь их, экономить труд. Ну и если надо собрать урожай, получить прочную соломину злака. То есть будет не очень длинный злак, наоборот коротенький, и комбайн легче его соберет. Вот все эти вещества, как сами гиберелины, так и их антагонисты, используются в сельском хозяйстве для разных технологий. Ну и последний гормон, которым мы упомянем, даже он такой вот на окраинке немножко, это брасиностероиды. Тоже была мечта у тех, кто занимается растениями, обнаружить что-нибудь такое вот похожее на животные стероидные гормоны. Ну и в конце концов им удалось набрать 40 килограмм пыльцы с капусты. Вот здесь цветок капусты очень крупно показан. Представьте себе труд, который надо было сделать, чтобы отщипнуть, нащипать 40 килограмм пылинок. Из этого всего было выделено 40 миллиграмм вещества. И это вещество оказывало очень такой вот мощный эффект. Ну вот один из эффектов, это правильный рост растения, это нормальный рост, а это рост в отсутствии брасиностероидов. Получаются вот такие вот карлики. Ну и второе, что они регулируют совершенно непонятный эффект, зачем это надо, это отклонение листовой пластинки узлаков. То есть в норме она такая вот не очень отомнутая, а при обработке брасиностероидами она становится все более горизонтальной. Вот такие вот еще одна из групп гормонов. Таким образом, сегодня на лекции мы с вами познакомились с гормонами со знаком плюс. Это не стрессовые гормоны, а наоборот те гормоны, которые говорят, что растению хорошо. Увеличивают размер клеток, усиливают деление клеток, увеличивают размеры плодов там и так далее, и так далее. А на следующую субботу мы с вами поговорим о стрессовой гамме на храсте. Ну на этом я вас благодарю. Аплодисменты. Спасибо. 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 Спасибо.